Полигон «Шинник» в черте Красноярска находится уже больше 20 лет. Год назад он прекратил работу, но до сих пор сюда приезжают самосвалы и мусоровозы со всего города. Территория превратилась в огромную свалку, отходы просто сваливают в землю. Полигон расположен буквально под боком у частного сектора и в нескольких километрах от жилых домов. Естественно, такое продолжительное соседство растущей свалки и человека местных не радует. Конечно нет, ненормально. Да по-моему, все поддерживают это, что плохо, что он тут рядом. Грязно, воняет, некрасиво. Не хочется, хочется чище. Конечно, ненормально. А что сделать нужно? Ну как я сразу так... Ну надо перерабатывающий какое-то предприятие. По закону свалка не должна находиться на территории города. И красноярские депутаты неоднократно просили мэрию прекратить использовать этот полигон. Вопрос удалось решить только через суд. Компания-арендатор не хотела добровольно отказываться от территории. Затяжное разбирательство завершилось накануне. Те, кто использовал полигон, должны его рекультивировать, а участок вернуть городу. По мнению народных избранников, случившееся – это пример эффективного сотрудничества депутатов и администрации. Это, наверное, одно из немногих решений положительных вообще, в принципе, по России. В таких же случаях, ну в таких же подобных случаях, да, тут некий такой прецедент. Но в этом смысле не стоит расслабляться. Почему? Потому что зарекультивировать и провести последний финальный этап рекультивации, он как бы достаточно сложный. Наша задача вместе с горожанами, с экологами-активистами, все-таки проконтролировать процесс рекультивации. Теперь главным полигоном станет автоспецбаза в Емельяновском районе. Это единственная легальная территория для отходов, которая есть в Красноярске. Шинник же по решению суда обязан закончить все работы по рекультивации до конца ноября этого года. Антон Тишаков, Максим Галат, Енисей, Новости.